Привет! В эфире рубрика «Чокнутый профессор» и сегодня у нас гениальное изобретение снова на канале Айру. И в этот раз это пиво-сервокоптер, который никогда не сможет летать. Я Саня, вы, как я уже говорил, на канале Айру. Погнали! И только не смейтесь сильно, это вот такая вот штуковина. Как вы видите, это обычная рама 250-го квада, на которую у нас вместо моторов прикручены сервы. Что же мы будем делать? Много в сети видосов, как испытывают нагрузоподъем на сервы. То есть, насколько они тянут, реально ли они соответствуют крутящему моменту. Но я не нашел видосов, которые тестят то, что нам, FPV-шникам и дальнолетчикам, в первую очередь интересно. Это надежность. Как долго может проработать серва под определенной нагрузкой. Если кто не знает, крутящий момент сервы меряется в так называемых килограммах на сантиметр. То есть, на рычаге в один сантиметр эта серва должна поднимать энное количество килограммов. И обычно 9-граммовые сервы поднимают где-то 1,5-2 килограмма. Ну, по крайней мере, заявлено. Ни одна из этих серов не поднимает даже 1,5 килограмма. Не все поднимают килограмм. Итак, на каждой серве у нас на рычаге на расстоянии в 1 сантиметр прицеплен такой крючочек. И у нас есть вот такой сервотестер, который подключен через PowerMetor, друзья. Чтобы мы могли замерить Power и узнать, сколько мощности у нас потребуется для этого всего действия. Все эти сервы будут поднимать в автоматическом режиме. Смотрите, мы нажмем сейчас кнопочку. И вот так будут двигаться у нас сервоприводы. То есть автоматически вверх-вниз и будут поднимать. Я буду записывать это все на видео, поставлю камеру. И это будет длиться, я не знаю сколько, возможно, очень долго. И мы будем смотреть, какие сервы у нас дохнут первыми. И чтобы у нас было максимально все интересно, у нас здесь, естественно, разные сервы. Я выбрал самые популярные сервы. И именно вот так вот должен был по задумке начинаться видос про сервы. На самом деле при съемке этого видео все пошло не так, как я задумывал. Я, честно говоря, не ожидал на такие результаты. Сегодня вы увидите самый крутой тест ресурса сервоприводов. И узнаете, при чем здесь пиво. Вот это тот самый пиво-сервокоптер. Это обычная рама квадрика, к которой прикручены сервоприводы. И к ним подвешено на расстоянии 1 см пиво. Это такая полкилограммовая, на самом деле, где-то 520 граммовая нагрузка. И я подключил сюда сервотестер, который включил на режим теста, чтобы он постоянно гонял сервоприводы туда и обратно. И решил посмотреть, как долго проживут эти сервы, сколько они могут выдержать. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете вообще, сколько живут сервы под такой нагрузкой. Полкилограммовая нагрузка. Час, два, три, день, может неделю. И я думаю, что вы все ошиблись, как и я ошибся. И я сначала поставил камеру, начал снимать таймлэпс, как это все работает. Но потом мне это немножко надоело. Сейчас буквально пару слов о том, какие бывают сервоприводы. Цифровые, аналоговые, металлические, пластиковые. В чем смысл этого всего. И потом я вам расскажу о результатах теста. Итак, это самый популярный сервопривод в мире. Они делаются под кучу-кучу разных брендов. Это так называемые синие сервы. И это 9-граммовый сервопривод. И почему-то вводится различать сервоприводы по весу. Если мы взвесим конкретно этот сервопривод, он весит 10 грамм. Есть в точно таком же размере сервы, которые весят и 13 грамм. Например, с металлическим редуктором. Но все их такого размера условно называют 9-граммовые. Или микросервы. Есть еще мини, есть стандарт. Это все побольше, побольше. Но в наших самолетах размером до 2 метров, 2600. В том же там фениксе 2600. Используются 9-граммовые сервы. И говорят, что для большого самолета обязательно надо металлические сервы. Но как вы поймете дальше из этого теста, это абсолютно не так. Итак, это аналоговый сервопривод с пластиковым редуктором. И давайте разберем, что такое цифровые или аналоговые сервоприводы. Полетник или радиоприемник отправляет импульсы управления с частотой 50 раз в секунду. Соответственно, 50 раз в секунду сервопривод узнает, в какое положение ему нужно встать. Либо остаться в том же, в котором он и был. Блок управления приводом сравнивает полученное от полетника или приемника значение с энкодером, который находится внутри. Это вот здесь, в синеньких сервах, такие вот зелененькие штучки. И говорят, что если вот зелененький энкодер в синей серве, то это правильная серва. А если он какого-то другого цвета, то это типа подделка. Ну, на самом деле, все эти сервы делают все, кому не лень. И они все одинаковые, практически брендируются просто под разных производителей. Но двигаемся дальше. Итак, микроконтроллер сравнил данные с энкодера с данными, которые пришли с радиоприемника, либо полетника. И компенсирует как бы разницу между значениями, подавая импульс на мотор. И делает это тоже с частотой 50 раз в секунду. Длина импульса примерно 20 миллисекунд в таком случае. И у нас есть некие пустоты во времени, когда сигнал на мотор не подается. И, соответственно, мотор не двигается. И в этот момент не может развиваться крутящий момент. И, ну, то есть из-за этого падает мощность, падает точность и падает скорость. Частота же подачи импульсов в цифровой серве, именно на моторчик, в районе 300-400 импульсов в секунду. Соответственно, это намного выше, там в 5-6 раз выше, чем у аналога. Во столько же раз у нас возрастает точность позиционирования сервопривода. И, соответственно, у нас намного меньше есть мертвое время, когда у нас не подается импульс на мотор. И у нас, соответственно, из-за этого намного выше крутящий момент и скорость. Ну и бонусом цифровые сервы не заводятся и не дрожат от помех, вызванных всякими видеопередатчиками, LRS-системами типа Crossfire, QC-Zack LRS, R9, вот это вот все там, которое там в мегагерцах работает. И вообще цифровые сервы меньше подвержены всяким там дрожанием и помехам. Бывает аналоговая серва, находясь в каком-то пограничном положении, просто гудит. Вот на нее ничего не подается, то есть на нее подается определенный управляющий сигнал, и она в этом положении просто гудит, и это кому-то неприятно. Ну, на самом деле ничего страшного здесь нет. Ну, у цифровых серв, конечно же, есть недостатки. Они тупо дороже, потому что электроника в них сложнее, и они намного более жрущие, потому что эти импульсы подаются чаще, и жрут они только больше. Соответственно, аналоговые сервы жрут поменьше, ну и крутящий момент у них поменьше, но все познается в сравнении. Естественно, цифровые сервы нужны там, где важна высокая скорость и точность работы, например, в том же трикоптере, либо в хвостовом механизме управления вертолета с коллективным шагом, либо вообще в самом механизме управления тарелкой автомата-перекоса. А аналоговые сервы используются там, где скорость и суперточность не важна, например, рулевые поверхности самолета. И вы можете сказать, Саня, ну блин, конечно же, нужны цифровые сервы в самолетах, потому что нужно как можно быстрее рулить плоскостями самолета, и это может быть отчасти, отчасти так, но на самом деле самолет настолько инертная штука, и даже если у вас там супер-пупер быстрые сервы, вы отклоняете механизм, но пока создастся эта подъемная сила, пока он начнет там крениться, клониться, это все занимает определенное время, и прирост скорости от работы цифровой или аналоговой сервы, вот эта разница, она практически не ощутима. Это может быть ощутимо на маленьких самолетах, где нужна скорость для более точной стабилизации. Именно поэтому часто маленькие самолеты, которые планируют использовать автопилот, комплектуются сразу там в PNP-наборах цифровыми сервами. Так делает, например, ZOHD фирма. Надеюсь, по аналоговой цифре мы разобрались, и остался еще редуктор. Редуктор может быть пластиковый, может быть металлический, а может быть частично металлический. То есть какие-то части могут быть пластиковые, а какие-то металлические. И у нас почему-то все хвалят и считают, что только металлические сервы должны быть с металлоредуктором, и впадают в кому, в истерику, видя пластиковую шестеренку в металлическом редукторе. Типа, аааа, они там сэкономили. Но все, ребят, не так просто. На самом деле у пластиковых серв есть ряд преимуществ. Они тупо легче, потому что пластик легче, чем металл. И эти сервы работают тише, они работают более плавно. И вообще вот такие вот синенькие сервы, они не просто так самые популярные и продаваемые. Если вы посмотрите продажи всяких там любых других серв, то вот таких вот покупают, наверное, 50%, а еще 50% покупают абсолютно всех остальных серв любых производителей и видов. И забегая наперед, скажу, что вот такая вот синенькая серва у меня сломалась раньше всего в тесте, но то время, которое она отработала, просто поражает воображение. Поэтому я на следующий же день заказал мешок серв, вот именно таких, и я больше никакие другие не буду использовать, потому что это лишено всякого смысла. Еще не очевидный плюс, вот такие вот пластиковые сервы, синенькие, они очень прикольно смазаны внутри. И они абсолютно не клинят под большой нагрузкой. То есть они просто встают, потому что у них не хватает мощности, но не заклинивают и не останавливаются. А вот металлоредукторные могут останавливаться, и в них обычно не кладут так щедро смазку. И на холоде пластиковая вот такая серва, она немножко греется там, и она не так промерзает, как металлическая с металлическим валом. И в мороз они работают намного стабильнее. На самом деле работа в мороз, это еще один миф, что вот у вас там замерзнет серва, она там, ну я не знаю, какой это должен быть мороз. Проверено при минус 10, вот просто безостановочно, всю ночь эта серва работает и не останавливается. Но если при минус 10, при минус 15 эта серва, либо любая другая побудет на холоде, промерзнет полностью, и вы попробуете ее включить, то она может не стартануть, и надо будет ее подвигать, пошевелить, чтобы разошлась смазка, чтобы немножко выделилось тепло от моторчика, которое прогреет там все внутри, и она начнет работать. Что касается частично металлоредукторных серв, в которых одна там или две шестерни пластиковые. Это сделано не потому, что производитель хочет сэкономить, это сделано для того, чтобы сервопривод работал тише и мягче. Все пластиковые шестерни, которые используются в таких сервоприводах, они не нагружены. И опять же забегая наперед, скажу, что металлические редукторы, по моему опыту, могут лучше переживать краши. Ну опять же, мы же не получаем два одинаковых краша каждый раз. Мы где-то сильнее ударились, где-то слабее, кому-то лучше повезло, кому-то меньше. Но в целом, пластиковая серва развалится раньше, чем металлическая, это очевидно. Но есть неочевидный тут минус в этом всем, в том, что могут появиться заусеницы на шестернях, они могут немножко подклинивать, и потом когда-то в полете, без всяких крашей, эта серва просто может заклинить. И это будет очень неприятно. А пластиковая серва, она, скорее всего, просто сломается от этого удара. Опять же, может тоже заклинить, все частные случаи. Ну вы можете прикрашивать, только сломать, и потом просто поменять. Сервы обычно клеятся на клей, то есть вы намазываете обычно боковые грани клеем, вставляете ее, если вы обмажете ее всю клеем, потом вырывать и менять ее будет достаточно проблематично. И, естественно, металлоредукторные сервы, в теории, должны работать дольше, потому что все-таки металл, он крепче. Если там все хорошо обработано, если шестеренки качественные, то должна такая серва жить вечно. Но на самом деле первым, наверное, сдохнет энкодер, это штука, которая меряет положение сервопривода, и мотор. Есть, естественно, экзотические сервы с брашлесс бесколлекторным мотором, то есть там такой мотор, как вот у вас там крутит винт на квадрике или на самолете, там такой моторчик вот стоит внутри сервы. И там есть регулятор, естественно, трехфазный, там все дела. И это круто, но как бы такие сервы страшно дорогие, они применяются на каких-то дорогих машинках, и там, где нужна большая мощность, высокая скорость, и где нужна очень большая надежность на каких-то ответственных моделях, они там могут стоить эти сервы по 100-200 долларов, и это как бы нормально за такую серву. Есть еще сервы, их, правда, часто путают с цифровыми, это сервы с обратной связью, у которых есть четвертый провод. Там идут данные о положении самой сервы, вы можете направить это, например, в полетник и трикоптер, вот есть специальная прошивка для трикоптеров, которая может работать с такими сервами, то есть сервопривод узнает положение механизма, и может очень точно и дозированно направлять механизм для того, чтобы рулить трехой, и это, в принципе, так и должно быть на трешке, если вы хотите, чтобы она летала идеально. Итак, что же по тесту ресурса серв? Блин, только забрал с балкона пивас ледяной, но он на самом деле замерзал несколько раз, и поэтому я думаю, что пить его уже, наверное, нельзя, но мы попробуем. Все эти сервы сдохли, я думаю, по разным причинам, и на самом деле две из них еще более-менее работают, то есть они дергаются, что-то там происходит. Самая первая у нас сдохла синенькая серва, проработав чуть больше 500 часов. Итак, ребятки, у нас, кажется, первый клиент, и как это ни печально, это вот эта синенькая серва, она что-то с ней не так, она клинит в любом положении, и она очень горячая, прям ощутимо горячая. Рейсер Стар окей, пластиковая серва от Valantex вроде окей, и обычная MG90S тоже работает без проблем. Чтобы вы понимали, это 21 день непрерывной работы под адской нагрузкой, подымая вот по полкилограмма вверх-вниз. Это примерно 225 тысяч подъемов и опусканий, так как за один цикл он подымает примерно на 1 сантиметр эту банку пива, то получается на 2,2 километра вверх можно поднять пиво одним лишь сервоприводом. Ну и основная причина, по которой я решил купить вот эти синие сервоприводы, это потому что все-таки они мягче всего работали, меньше всего каких-то посторонних звуков, движение под нагрузкой самое плавное было у них. Вот у остальных там 2 было металлоредукторные сервы, и одна еще пластиковая. И движение вот этой синей сервы, оно самое плавненькое, самое такое приятное, и 500 часов это огромное время. Если модель будет лететь со скоростью, ну скажем там 30 всего лишь километров в час, это 15 тысяч километров. Ну какой у вас самолет пролетит 15 тысяч километров? У меня как-то там на статистике моего дарта было что-то около 700 или 800 километров я на нем пролетел. Это за практически больше года использования, вы можете вообще себе это представить? А 15 тысяч километров это практически половина окружности Земли по экватору. Вы же не собираетесь летать на самолете, блин, на Северный полюс и обратно. Ну если собираетесь, то вот как раз синеньких серв вам хватит. Следующая серва у меня сдохла, это стоковая серва от Фениксов. И она пластиковая, пластиковый редуктор там, и я всегда говорил, что они там не очень некачественные, и надо их менять. И на самом деле как бы она сдохла практически одновременно с Рейсер Старовской металлоредукторной. Ну на самом деле там не совсем металл, там одна шестерня вроде как пластика внутри. Вот они в одно и то же время сдохли, и это было примерно 700 часов. Можете себе представить, еще больше. И Рейсер Старовская как раз из-за, наверное, качества металлообработки или чего-то такого, вот она начала подклинивать. И в один прекрасный момент она заклинила, очень сильно нагрелась. Я несколько раз помогал, расклинивал, но видимо она ночью заклинила, или там днем, я же не помню, короче, это было в прошлом году еще. И все, как бы перестало работать. И она горячая долгое время была, но не работала уже. А пластиковая серва от Фениксов, ну Валантексовская вот эта стоковая серва, она немножко стала как-то криво дергаться. То есть то с ускорением движется, то там немножко как-то рывками какими-то. И вот она до сих пор так иногда работает. Если ее дернуть, она там может полчасика поработать и заклинить. Ну, понятно, это уже никуда не годится. И я тоже, в принципе, ее списал, как бы считаю, что это все. И это примерно случилось в одно время, там может плюс-минус там день на времени 700 часов. Я округляю все, потому что я поначалу там, конечно, высчитывал там все, таймлэпс снимал, думал, это вот там буквально за час все сдохнут, ну нифига подобное. Просто потом вынес все на балкон. Блин, наконец-то тишина в квартире, ничего не гудит. И вот там вот у меня все на балконе. Там, блин, градусов 5 тепла, наверное. Ну, тем и интересней будет тест. Жужжащая вот эта штука в квартире, она просто, мы уже там привыкли с ней жить. Как бы ты слышишь этот звук, засыпаешь, ложишься там, вот оно жужжит. Итак, мы сейчас послушаем, как звучат сервы после почти 10 часов работы. Это Racer Star. Это серва Volantex. МГ-90. Самая косичная серва. Я, кстати, питал это все от вот такого аккумулятора, от маунтинборда, и я его прикончил. Поэтому это у меня самый дорогой тест, потому что аккумулятор стоит, ну, вы можете себе представить, сколько он стоит. Я его разрядил абсолютно в ноль, я просто забыл, у меня там были обстоятельства. И я просто забыл, что он у меня работает. Он высадился в ноле, в нулевом положении, простоял буквально там несколько дней. И аккумулятор состоит из двух половин. И вот одна как бы не ожила, одна ожила, но понятно, что в состоянии ее не очень. Кстати, надо попробовать замороженное несколько раз пиво. Можно ли его пить? Шипит. Вкусно. Бомба. Намного лучше. Продолжаем. Итак, последняя серва из четырех, которая у меня сдохла, отработала. Сейчас у меня тут просто на паузе стоит таймер. 1542 часа. Вы можете себе вообще это представить? Это 45 тысяч километров. Это больше, чем окружность нашей Земли по экватору. И это, короче, дофига. Это больше двух месяцев непрерывной работы. И это серва MG90S. Она, наверное, вторая по популярности. Если вы будете искать 9-граммовое серву, у вас будут вот такие вот синенькие. Это с пластиковым редуктором. А если вы 9-граммовое металлоредукторное будете искать, то вам выдаст MG90S. И их точно так же делают все, кому не лень. Они могут быть любыми брендами. Но это все, в принципе, плюс-минус одно и то же. И можно брать. Кстати, на все сервы из теста я оставлю ссылочки в описании. И на сервотестер цифровой оставлю ссылочку. Потому что очень полезный, вообще очень прикольный сервотестер. И вот если вы хотите сервотестер, то не поскупитесь, купите цифровой. Чтобы вы точно видели сигнал, который он выдает. Чтобы можно было настраивать именно точно, если вы используете полетник. В нужное положение поставить сервопривод, машинку. Либо там натримировать на глаз сервотестером. И это же значение потом вбить там в iNav. Получить то же самое положение поверхности. Все сервы испытывали одну и ту же нагрузку. То есть я выбрал отверстие на расстоянии в один сантиметр. Ну там плюс-минус, может, полмиллиметра. Потому что в разных моделях не очень совпадают вот эти отверстия. То есть на расстоянии 10 миллиметров нагрузка была полкилограмма. На качалку я подвесил просто на проволочке пивас. Ну, кстати. О чем я там? А, сервоприводы. И я подвесил пивас именно на расстоянии один сантиметр. И вот с такой полкилограммовой нагрузкой они работали. Поверьте, это очень большая нагрузка. И много видел тестов там на мощность сервы. Сколько какая тянет там килограмм. Какие-то весы приделывали. Ну, на самом деле, ни одна из них не тянет заявленные там кило 200 или там кило 500. Я пробовал нагрузку на расстоянии в сантиметр. Они тянут, ну, где-то 800 грамм. Где-то там 900. Это вот максимум, что тянут мои сервы. Но я даже не делал такого сравнения. Это никому не интересно. Таких тестов куча. А вот именно ресурс, по-моему, не тестил никто. Поэтому лайки, комментарии, подписки. Поделитесь этим видосом с самолетчиками. И не забывайте ставить свои мощнейшие FPV лайки. Знаю, что было интересно и полезно и познавательно. Всех обнимаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok